Привет! Это новый выпуск новостей Донбасса. Каждый день мы рассказываем о самых важных событиях в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линий фронта. Чтобы не пропускать наши свежие видео, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Этой ночью российские войска обстреляли Константиновку. По предварительной информации, обошлось без жертв. Днем также звучали взрывы. Дым был виден практически из всех точек города. В славянский под обстрел попал детский сад в центральном районе. В последние годы он был полностью отремонтирован. До полномасштабного российского вторжения сюда ходило более ста детей. По информации Донецкой военной администрации, это уже 260-й детсад, разрушенный россиянами. А из Светогорской лавры удалось эвакуировать 17 человек. С июня правый берег Северского Донца, на котором находится храм, под постоянным обстрелом. Левый берег под контролем российских сил. В лавре от огня прятались около сотни людей, как священнослужители, так и местные жители. Всего за сутки оккупанты накрыли огнем 15 населенных пунктов. Большинство ударов пришлось на Авдеевку. Также пострадали Бахмут, Углидар, Красногоровка и Курахово. В последнем из-за обстрелов загорелся бензовоз с топливом. Российская армия применила авиацию, танки и артиллерию. В результате два десятка зданий разрушены. В основном это жилые дома. Российский президент Путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой. Такую информацию озвучивает Институт изучения войны. По мнению аналитиков, заявление о планах ликвидировать в Украине якобы антироссийский анклав, а также повторение старой агрессивной риторики в отношении украинцев говорит о том, что хозяин Кремля не отказался от своих намерений захватить всю страну. В то же время захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным. Окупация региона нужна российскому командованию только для того, чтобы поднять боевой дух своих войск. Формирование 3-го армейского корпуса РФ для переброски на Донбасс продолжается. Сегодня прошел новый обмен пленными между Украиной и Россией. Как сообщает координационный штаб по обращению с военнопленными, обмен состоялся на территории Донецкой области. Домой вернулось 14 военнослужащих. Они попали в плен оккупантов весной этого года. Среди освобожденных – офицер и военный медик. В Донецке сообщают о мощном взрыве в Калининском районе. В результате начался пожар. О происходящем сообщают местные жители в соцсетях. Ближе к вечеру в городе сработали системы противовоздушной обороны. Часть Донецка из-за обстрелов обесточена без электричества центральные районы. Также обесточена шахта имени Засядько. Есть информация, что под землей находится 21 человек. На данный момент ведутся работы по эвакуации горняков. О пострадавших не сообщается. В Петровском районе мужчина подорвался на мини-лепестке. В результате мирный житель получил ранение. Так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что на подконтрольной боевикам территории в середине июля от мин-лепестков пострадало около 60 человек. Всего за сутки группировка ДНР сообщила о пяти пострадавших от обстрелов. Взрывы были слышны также в захваченной криминой на Луганщине. Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай. По его информации, ВСУ уничтожили одну из российских баз. Группировка ЛНР заявила, что город был обстрелян из гаубиц М-777. По предварительной информации боевиков, был поврежден жилой дом и здание МЧС. Новый курс гривны на захваченной территории области. Глава группировки ДНР Денис Пушилин подписал так называемый указ. Он вступает в силу с 5 сентября. Согласно ему, устанавливается курс в размере 1,25 рубля за 1 украинскую гривну. Подконтрольные боевикам банки до 6 сентября включительно должны проводить безналичную конвертацию по курсу 1,5 рубля за гривну. Чтобы узнать новости первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу». Мы работаем для вас круглосуточно. Разрушенный Мариупольский драмтеатр Россия планирует восстановить в течение трех лет. На данный момент там идут строительные работы, задействованные компании из Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время снос домов по улице Солнечная и на бульваре Шевченко уже практически закончен. Теперь вместо многоэтажек там красуется куча строительного мусора. На остальных улицах свалки от бытовых отходов. Проблемы вывоза мусора по-прежнему не решены. Также местные жители сообщают о порывах воды в Приморском районе. Кальмиуский до сих пор без электричества. Оборванные провода свисают прямо между жилых частных домов. Опубликованы фото разрушенного Мариупольского краеведческого музея. Здание сгорело практически дотла. Этот музей один из старейших в Донецкой области. До начала полномасштабного российского вторжения в нем хранилось более 50 тысяч экспонатов. Как сообщают законные городские власти, после пожара уцелевшие предметы оккупанты вывезли. А на сегодня это все. Ждем ваши комментарии под этим видео. Расскажите, что происходит в вашем городе. До завтра. Берегите себя.